Всем привет дорогие друзья! В прошлом выпуске я мельком упомянул, что меня пару дней назад сбила машина и вам стало интересно, вы попросили рассказать. Я в целом планировал как-то упомянуть, как меня сбила один раз машина, как меня сбивала машина второй раз, вот который недавно. И я решил, почему бы не снять выпуск в целом о действии полиции в Америке и заодно рассказать вам, как я попал под колеса машины. Видео должно быть интересным, потому что я вам расскажу, как действует полиция в Америке, как это все происходит, что если вы хотите подать заявление и так далее. Поэтому погнали! Сегодня просто аномальный ветер, у соседей дерево упало на машины. В общем-то, куда бы ни пошел, нигде не могу снять вам видео. Поэтому придется записать в машине. Первый раз все было довольно-таки безобидно, хотя, в общем-то, я выезжаю из дома и у меня идет велосипедная дорожка параллельно трафику. Как бы мы все знаем, что перед тем, как поворачивать, надо посмотреть налево, направо. Если есть стоп в Америке, обязательно остановиться на стопе и поехать дальше, куда вам нужно. Ехала женщина лет 40, может, 50. И вот я недалеко от дома еще не перестроился в правый ряд, чтобы ехать вместе с трафиком. Вот только буквально выехал. На мой скейт наехали прямо здесь. В общем-то, вы видите, здесь стоп, она должна была остановиться. Я ехал оттуда. У меня дом довольно-таки недалеко в ту сторону. И она просто без какой-либо остановки повернула направо, прямо в меня. И я еду в эту сторону по велосипедной дорожке, и она хочет вот так сделать. Чтобы вы понимали, я не знаю, что у нее было в голове, она не остановилась на стоп. За это уже штраф просто огроменный, если бы это увидел полицейский. После чего не смотрит по сторонам ни налево, где могла ехать машина, ни направо, чуть ли, я не знаю, на скорости, поворачивает направо. И не просто поворачивает сразу в линию, где ездят машины, она поворачивает через велосипедную дорожку. И я просто пускаю скейт ехать дальше, отпрыгиваю, чуть ли не падаю на спину, и она продолжает ехать. Она, как бы, я думаю, в этот момент уже меня заметила, думает, проскочу. Откуда такие мысли? Не остановиться на стоп, по сторонам не посмотреть и наехать на скейт. И чтобы вы понимали, дальше было все еще веселее. Я прямо эту женщину, ух, она заезжает немного буквально, совсем чуть-чуть на мой скейт бампером. Я, если честно, не помню, у нее вроде бы хонда какая-то была. Обычный седан с обычным бампером. Вы видели мой большой скейт, довольно-таки объемный, высокий и так далее. Она заезжает немного, и я думаю, ну все, типа, разрулили, ничего не повреждено, поедем сейчас дальше. Я не знаю, откуда взялась эта безмозглость. Она берет, еще немного дальше едет. Колеса заезжают прямо под бампер, потому что бампер идет вот так, и вот здесь вот как бы заканчивается пластик. Колеса как бы прогинают этот пластик, и уже все, она их задела. Просто берет и газует дальше. И, естественно, там уже пошли металлические части. Она мне сломала два передних колеса. Думаете, колеса, колеса нормальные, в любом магазине продают. Не на этот скейт. Это бездорожный, серьезный скейт. Каждое колесо на этот скейт стоит 60 долларов. Но что было дальше? Присутствовала женщина, которая регулирует движение. Она каждое утро, потому что там часто ходят школьники пешком. То есть у нее такая работа. Она там, не знаю, с 6 утра до 10 утра, когда идут школьники, когда они едут на велосипеде. У нее такая работа, чтобы на вот этой перекрестке специально показывать, кто едет с топ-машином. Ну, чтобы их распределять как-то трафик. Чтобы вы понимали, женщина, сидящая в машине, с каким-то вообще невероятно злым лицом, даже не вышла. Еле вытащил свой скейт. Сначала не заметив, что колеса просто в хлам. Потому что они кое-как держались. Прошло всего 30 секунд с момента самого инцидента. Она берет и просто уезжает дальше. И женщина-регулировщица говорит, что ранее она ее здесь не видела. То есть это какая-то новенькая, видимо. Мы с ней поговорили, потому что я даже сфоткать не успел. То есть она по-быстрому смылась. И мы сошлись на том, что если она ее еще раз увидит, она сейчас ходит с блокнотиком до сих пор, спустя там, не знаю, месяц или два, то она типа запишет ее номера. Но все уже, типа она там не ездит, и след ее простыл. То есть прикиньте, если бы я не спрыгнул, если бы она поехала дальше, там, я не знаю, я бы на капоте мог оказаться. Но это такая лайтовая ситуация, потому что это поворот, она в любом случае не разгонялась быстро. То есть обычное будни русского школьника. Нападение медведя справа, наезд на пешехода слева. То есть вообще нормально, я к этому отнесся спокойно. Что касается второй ситуации, она намного веселее и должна быть интереснее вам. В общем-то, буквально пару дней назад мы с Егором ехали по велосипедной дорожке. Это важный элемент в нашем сегодняшнем рассказе. И, в общем-то, велосипедная дорожка недовольно-таки широкая, чтобы на ней поместился и Егор, и я. Поэтому Егор ехал немножечко сзади правее, я ехал немного левее спереди. То есть держа дистанцию, все по красоте, где-то там перекрикиваясь, возможно. Но мы в тот момент вообще не говорили. Когда я еду с Егором, возможно, он мне может что-то крикнуть, чтобы его услышать. Я не надеваю наушники. То есть я был без наушников, я ни с кем не говорил, по телефону не говорил. Был максимально сосредоточен на дороге. Так вот, вы можете наблюдать, что у меня со школы идет такая прикольная, чуть ли не лесная тропинка, которую я проезжаю каждый день. Мы можем видеть, что вот здесь вот есть велосипедная дорожка. Она и не широкая, и не узкая, достаточная для велосипедиста, скейтбордиста и прочих. Тут же ездят машины. И чуть дальше у нас среднего размера перекресток. И, в общем-то, мы подъезжаем к тому перекрестку, вы его видели, зеленый свет. Мы едем. Я вам уже как-то рассказывал, что перед всякими перекрестками, пересечениями я немного сбавляю скорость. То есть я сбавил скорость примерно до 25 км в час. Что вы понимали, это примерно скорость велосипедиста, скорость Егора на велике. В это время я не видел, как сзади меня ехала машина. Тоже зеленый, и она абсолютно никакого внимания не обратила. И получается так. Я еду по велосипедной дорожке на зеленый свет. Еще правее едет Егор. И еще даже чуть дальше и прямее пешеходы. Снова-таки не подумав своей головой, она даже не притормаживает. Я не знаю, как написано в русских правилах, но я, в принципе, сдал тест на права. Поэтому могу говорить, что я знаю, и я читал. И я за последнюю неделю перечитал это много раз. Все правила для того, чтобы убедиться. Сейчас расскажу о чем. Когда у вас красный, вы все еще можете поворачивать направо, если хотите на этом перекрестке. Но в случае с красным, вы должны сделать полный стоп. Убедиться в отсутствии машин и поехать направо. Если же у вас зеленый, там так и написано. Нужно замедлиться. Что сделала она? Не замедлилась, не посмотрела на меня. И получается, что еду я, чуть-чуть, буквально полметра дальше едет Егор. И она просто на скорости, наверное, километров 40 в час обрезает мне любой исход, любой метод отхода. В первый раз я был на большом скейте, в этот раз я был на мелком скейте. И я буквально самим собой спасаю Егора. Он просто берет велик, вот так выворачивает. А у него BMX, он примерно знает, как с ним обращаться. И еле-еле выруливает в обратную сторону. И это тоже буквально за какие-то миллиметры от машины. А так как я был чуть дальше и немного ближе к ней, у меня просто не было метода отхода. И в итоге у меня два варианта. Или я на низком скейте врезаюсь просто в нее, но там просто большой был шанс. То, что моя нога вместе со скейтом заезжает под машину и она переезжает в мою ногу со скейтом. И я делаю хорошо отработанный трюк. Я последнюю секунду успеваю прыгнуть, как бы машина тоже едет. И вот так вот оттолкнуться от ее машины. Я упал. Что вы понимали, я оттолкнулся невероятно сильно и руками, и правой ногой. И падаю буквально на одну ногу с коленом, то есть аж немного присела. И в это время она берет и задними колесами переезжает мой скейт. Это мог быть Егор, если бы мы с ними местами поменялся. И Егор так просто с велика не спрыгнет, как я спрыгну со скейта. Это могла быть моя нога, то есть невероятно опасная ситуация. И скейт просто на две части, просто в дребезги. Что делает она? Съезжает на обочину, типа, важно сейчас сказать, признает свою вину. Она признает вину. Она соглашается с тем, что зеленый свет. Она говорит, это был зеленый. Я не обратила внимания, не увидела тебя. Ладно, мы принимаем это. И тут мне Егор говорит, я знаю ее. У меня с ней там был какой-то урок в школе. То есть она с нашей школы, она тоже одиннадцатиклассница. И я скажу честно, по доброте душевной решил не вызывать полицию, чтобы вот это выяснять. Потому что, во-первых, если мне нужен ее контакт, легко найти в школе, так как она с моей школы. Я пофоткал место происшествия, пофоткал сломанный скейт, пофоткал ее номера машины. Плюс я знаю имя, фамилию, точнее Егор знает, после чего он мне сказал. И я решил, что я лучше не буду просто так наезжать на человека, потому что, ну зачем? Я все делаю по-честному. Решил не психовать, почитать правила. При том, что я был уверен максимально в своей правоте. Но решил, почему бы и нет. Есть шанс того, что там мы могли с Егором как-то не так поехать. И плюс, к тому же, мне сказали, что у нее пермит. Это неполноценные права, примерно такие, как у меня, только у нее они чуть выше. То есть она уже сдала драйвинг-тест, и после чего она сама не может возить никого. Только сама может ездить в машине. И это самый опасный период для подростка. В том плане, что любая ошибка, которую вы допустите, это лишение прав на год. И то есть вызвали бы полицию, это малейшая ошибка, это большая ошибка. И у нее бы забрали права на год. Поэтому я решил, почему бы и нет, со скейтом мы с ней разберемся лично. И это была невероятная ошибка. Надеяться на то, что люди честные, добрые, мы сможем это решить и так далее. Что я сделал после? Кстати, на перекрестке кто-то вызвал скорую. И скорая просто ездила тудым-сюдым, искала меня. В итоге нашла. Я просто шел с двумя кусками скейта на дороге. Меня было обнаружить нетрудно. Они говорят, тебя сбила машина. Я говорю, бро, все нормально. Я разодрал левую руку, я поцарапал немного правую руку. Я уже дома потом увидел, что от того, что я сильно оттолкнулся и толкнулся так же ногой, у меня там правая нога посинела немного. Но это нормально. И в общем-то я принял решение написать ей в инстаграме, потому что я не понимаю, почему я должен платить за скейт, которая как бы она поломала. То есть все честно. Я проверил все правила, я сделал скриншоты, где говорится, именно разбирается ситуация. И там разбирается невероятное количество ситуаций. И есть именно такая, как произошла с нами. Зеленый и зеленый. То есть там расписано все точь-в-точь. И в конце вердикт, что водитель виноват, потому что он должен замедлиться и пропустить всех. Там шли пешеходы. Не было бы меня, она бы могла сбить пешехода. А пешеход прыгает не так хорошо, как научный скейтбордист. И что вы понимали, я сейчас на русском переводя прочитаю, что я ей написал. Пишу я, значит, здравствуй. Я парень, которого ты сбила на машине пару дней назад. Потому что у меня там заняло время, пока найти ее инстаграм. И пишу дальше. Ты переехала мой скейт и сломала его. Я бы хотел тебя попросить, то есть возместить его. Я написал, что мне не нужно ни денег, ничего. В Америке, если вот так случается, вас сбивают. Она бы заплатила еще, не знаю, 10 скейтов сверху. Потому что сам факт. Точнее не она, а ее страховая. Потом бы у нее страховка повысилась и так далее. То есть так это здесь работает. В общем-то дальше она пишет, типа, сколько стоит скейтборд. И после чего намекает на то, что я пытаюсь ее обмануть. Что я кидался ей под колеса или так далее. При том, что был свидетель Егор. Было несколько свидетелей моих одноклассников в машине. Была камера на перекрестке. Все может сказать о том, что она ехала сзади. Я ее даже видеть не мог. Я, в общем-то, вы могли знать или нет. Довольно-таки честный. И я ей просто беру и кидаю ссылку на сайт. Чтобы не писать какие-то левые цифры и так далее. Просто скидываю ссылку. И дальше пишу. Я не знал, кого винить в ситуации, которая произошла. К тому же я был в состоянии шока. Поэтому я перечитал правила дорожного движения еще раз. И дальше пишу. Я в целом окей. И ситуация тоже неприятна для меня. Так же, как она неприятна для тебя. Я просто не понимаю, почему я должен платить за чью-то ошибку. Так и написал. После чего я скидываю ей вот как раз ту ситуацию. Скриншот, где говорится, что если она вот типа едет, едет, сбивает меня на зеленым. То виновата она. И тут начинается. Она пишет. Ты пытался перебежать перекресток. При том, что там перекресток на четыре полосы. То есть это чуть ли не магистраль. Там просто перебежать нельзя. То есть она намекает на то, что это был красный. Вспомните, вначале она была согласна с тем, что это был зеленый. Если бы я и начал ехать на красный, меня бы там, не знаю, первая фура снесла. Тебе нельзя было делать этого. Но это не дает тебе права прыгать на мою машину. Я прыгал на ее машину. После чего фраза, которая между мной и одноклассниками стала мемом. Она написала. I didn't hit you. You hit my car. То есть она написала. Я не сбивала тебя. Ты сбил мою машину. Если переводить прям дословно, она написала, я не ударила тебя, ты ударил мою машину. Она, кстати, блондинка. И блондинка натуральная, не крашенная. То есть самая настоящая. Чтобы вы понимали, я тут человека от судов сохранил. У нее не отобрали права. А она мне такое пишет. Дальше пишет. Я не собираюсь платить 450 долларов за скейт. Особенно за скейт, который я не ломала. Типа тут уже пошли обвинения в том, что она сломала скейт. Ну, она согласна с тем, что она переехала. Что она переехала какой-то обычный скейт. А не такой электро. Это была твоя ошибка из-за того, что ты не остановился, когда я ехал. Так вот вам машины. Пешеходы должны останавливаться, чтобы машины проезжали, а не наоборот. Ну и подходя к концу, могу сказать, что у меня довольно-таки сильно подгорело. И я ей пишу. Ты хотя бы думаешь перед тем, как пишешь? Я ей типа пишу, что я не должен останавливаться на пешеходном переходе. У меня есть, во-первых, велосипедная линия, по которой я еду. Во-вторых, у меня был зеленый. Дальше я пишу. Перед тем, как выйти на перекресток, есть специальная линия для машин, на которой ты должна остановиться или замедлиться. Если горит зеленый. То есть, если красный, останавливайтесь. Если зеленый, снижайте максимально скорость. Ты не остановилась и не обратила внимания. Ты ехала быстрее, чем я. И я, конечно же, не мог видеть тебя сзади. Ты должна была уступить велосипедам, скейтбордистам и пешеходам. И я ее добиваю, пишу. И ты сломала именно тот скейт, который я тебе скинул. После чего идет фотка прямо с места происшествия. Это заметят все. Где, если зазумить фотку, четко видно название компании. Армаборд. Тот, который она раздавила. Я как бы обсудил эту ситуацию с одноклассниками. Обсудил с родителями. И мы пришли к выводу, что, скорее всего, она даже не рассказала родителям. Потому что машина, на которой она меня сбила, это Хонда Сивик. Последний. Он здесь стоит 25-30 тысяч долларов. То есть, вряд ли школьница, которая практически не работает. А мне сказали, что она занимается софтболом. Типа, вроде что-то типа бейсбола. Она вообще в целом не работает. Поэтому вряд ли школьница могла просто так, ниоткуда взять 25 тысяч долларов на покупку машины. Это даже на оплату кредита, например, в размере 300 долларов в месяц. Поэтому, скорее всего, очевидно, что тачка родителей. А если узнают родители, что она сбила пешехода, то это, скорее всего, ремнем по заднице и пешком в следующие пару лет до школы. Поэтому я пошел к директору. Он мне говорит, что у нас есть как бы один полицейский местный, который обслуживает школу. То есть, он там ходит, проверяет каждый день. Он с этим справиться не сможет. Потому что, ну, тут ситуация почти хит эндран, они ее называют. Это когда, типа, ударил и убежал. Это практически то же самое. Потому что она вышла, типа, сори, 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 и быстренько свалила. То есть, у нее тоже такая тактика была. Он дал номер телефона, куда позвонить офис шрифов. В итоге решили поехать в отделение. Я живу в одном городе, а школа у меня как бы в соседнем. То есть, школа у меня в 3-4 километрах от дома, а как бы я заезжаю в разные города. Мы поехали сначала в местное отделение полиции, где нам сказали, не, мы не можем ничем помочь, потому что, несмотря на то, что вы живете здесь, ситуация произошла в соседнем городе. Поэтому мы поехали как бы в полицию соседнего города, где нам сказали, что мы, к сожалению, тоже ничем не можем помочь. Вы понимаете всю ситуацию? Мы едем туда, едем обратно. Пешехода сбили. То есть, чисто теоретически. И туда могут люди приезжать с переломанной ногой, с переломанной рукой, с поломанной шеей. Я не знаю с чем. Потому что, несмотря на то, что я пострадал совсем чуть-чуть, возможно, мелкие ушибы там и царапины. Классифицируется это все как наезд на пешехода. Вот в чем дело. Вы еще можете онлайн заполнить форму, но в моем случае нельзя. И то есть, непонятно, куда идти. Мне сказали пойти в Highway Patrol Office. Это именно полиция, которая на улицах города дежурит, все дела. Там должна быть нужная заявка. Я вот на днях соберусь и пойду. В школе мне отказались давать номер телефона родителей, потому что это конфиденциальная информация. Поэтому мне сказали, ты заполнишь заявку. Надо найти сначала, где ее можно заполнить. После чего у меня есть номера. Я вписываю номера, рассказываю, что происходит. Они смотрят по камерам. У меня куча свидетелей, которые говорят, что я прав. После чего уведомление приходит ее родителям. Владельцам машины, скорее всего. И дальше уже родители должны, по идее, решить. Идут они в суд. Где у них нет ни одного преимущества, какого бы адвоката они не наняли. Потому что есть фотки. Есть фотки дочери на машине. Есть фотки машины. Есть фотки под машиной. Шучу. Егора, как свидетеля, могут не принять. Потому что друг мой. Но есть одноклассники с родителями, которых я там буквально раз-два в жизни видел. И родители, которые, в принципе, не подкупные. Которых я никогда не видел. То есть у меня есть полно доказательств. И самый простой способ был, это просто покрыть скейт. Я ж не прошу десятку зелени сверху за то, что меня сбили. Как это бывает в Америке. Потому что если бы вызвали полицию. Если бы я сказал, у меня сотрясение, е-мое все дела. То реально они бы попали на десятку, а то и пятнашку. А я добро человеку сделал. Оставил его с правами. Можно сказать, практически позволил добровольно уехать. Она даже поломанную вещь компенсировать не может. Ведь на тачке за 30 штук они ездить могут. А компенсировать скейт за 500 баксов не могут. И возвращаясь к второстепенной теме сегодняшнего видео. Касаемо полиции. Полиция сама по себе не очень эффективна. Если вы ее не вызываете сразу. Если вы вызовете сразу. Там, не знаю, ДТП какое-то. Вас сбили или вообще что-то произошло. Скорых приедет, возможно, даже 2 штуки. Моментально. Все-всех пропускают. То есть именно когда срочно. Приезжают все просто моментально, супер быстро и так далее. А вот уже после, когда вам нужно что-то делать, заявить и так далее. Это уже проблема совершенно другого рода. И это приходится решать довольно-таки долго. Висеть на линии, возможно, вам придется пару часов. Пока ответит полицейский. И то вы видите, что нельзя ни онлайн, ни что сделать. В моем случае нужно только ехать. И ехать непонятно куда. То есть я сейчас поеду в третий офис. Там потрачу час. И они мне могут сказать, едь еще в какой-то. То есть дело не завершено. Насколько бы человек не сожалел в первую минуту, там, через пару дней, когда вы напишите ему в инстаграм, он пошлет вас куда подальше. И скажет, это не я тебя сбила, а ты сбил мою машину. Ты меня так толкнул, что я в кувет улетела. Типа, как-то так это звучало. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok